МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости телеканала Ника Плюс, студия Анна Шоттуева. Здравствуйте! И вот некоторые темы нашего выпуска. Мы сначала подумали, что это кукла. Ногами шули, потом замолчал. Оставленный без присмотра ребенок выпал из окна восьмого этажа. Годовалый малыш чудом остался жив. По данным Роспотребнадзора, если в классе заболело 20% человек, это означает карантин. В то время как власти рапортуют, что эпидемия гриппа в Карелии под контролем, учебные заведения сдаются вирусу без боя. Каждый день на карантин закрываются все новые классы и группы в детских садах. Здание железнодорожного вокзала, оно как бы дало начало вот этой улице. Как из рядовой улицы, проспект Ленина стал одной из главных достопримечательностей Петрозаводска. Об этом в рубрике «Старый город». В Петрозаводске годовалый ребенок выпал из окна восьмого этажа одного из городских общежитий. Происшествие, которое вызвало общественный шок, как ни странно, не закончилось трагедией. Чудом ребенок выжил. Сейчас за его здоровье борются врачи, а в ситуации разбираются следователи. Все подробности у Александра Гнетнева. Это происшествие потрясло город. Годовалый ребенок выпал с восьмого этажа, общежитие на ключевой. Он пролетел 20 метров и оказался на заснеженном тротуаре. Он чудом оказался жив. Уже сейчас, говорят, малыша спас его ангел-хранитель. Общежитие на окраине города, судостроительное 28. Тот самый дом, из окна которого выпал ребенок. Восьмой этаж. Дверь комнаты, в которой живет семья, закрыта. 17-летняя мать в больнице с сыном. Соседи по секции говорят о случившемся неохотно. Тот день им не хочется вспоминать. Это был несчастный случай? Да, это был несчастный случай. Ну, мама курила здесь на кухне, сидела. По идее. И как юный ухажер, то же самое. Курили здесь. Сидели. Короче, она зашла домой, ребенка не было. Она выглянула в окошко, и он там лежал. Александр – свидетель трагедии. В момент падения ребенка из окна он как раз был во дворе дома. Мы тут стояли на машине, музыку слушали. Он у нас упал. Мы сначала подумали, что это кукла. Ногами шли, а потом замолчал. Видно, вырубился или что. Потом он начал плакать. А он в трусиках был и в майке. Мы его куртки скинули, четыре человека. Вот, накрыли его, в скорую пока ждали. Да, слушаю вас. В тот же миг в скорую поступило сразу несколько звонков от очевидцев. На место выехала бригада врачей. К моменту их прибытия ребенок был в сознании. Медики не раскрывают подробности, мотивируя это врачебной тайной. Однако признаются, подобный случай, увы, не первый. И с восьмого, и со второго, и с первого. Падение с высоты, это кататравма всегда сложная. Только из-за недосмотра взрослых или людей, которые опекают их. В помещении, где произошла трагедия, уже побывали инспекторы по делам несовершеннолетних. Известно, что условия проживания ребенка они посчитали нормальными. Кто виноват случившимся, ответ на этот вопрос теперь ищут следователи. По версии следствия, 7 февраля этого года, в дневное время, мальчик, возраст которого составляет один год и два месяца, находился в комнате одного из опущенных жителей города Петровска со своей матерью. В какой-то момент женщина отвлеклась, и мальчик, оставшись без присмотра, добрался до подоконника, раскрытого для проедривания окна, и выпал с высоты восьмого этажа. По результатам проведенной проверки будет принято процессальное решение по данному факту. На данный момент за здоровье мальчика борются врачи детской республиканской больницы. Они осторожны в прогнозах. Состояние ребенка тяжелое, в больнице он находится вместе с мамой. Александр Гнетнев, Ярослав Березин, телеканал НЕКО+. Рейсы в Египет отменяются. Все отдыхающие россияне будут отправлены домой досрочно. Сейчас в Петрозаводске ждут возвращения последней группы карельских туристов. Жителей Карелии в Египте нет. Об этом нам сообщил начальник отдела развития туризма Госкомспорта Владимир Громов. Все уже туристы выехали. Последняя группа, которая сегодня в 11 часов прибывает поездом в Петрозаводск, вот эта последняя группа, они едут посрочно, возвращаются в связи с тем, что прекращаются частные рейсы. Все туристы могут получить компенсацию за прерванный отдых. Для этого необходимо обратиться к туроператору или в турагентство, где вы приобретали путевку. Эпидемия гриппа в Карелии под контролем. Так рапортуют чиновники, а между тем учебные заведения сдаются вирусу без боя. На сегодня уже полностью закрыты 9 садиков и 9 школ. 4 из них в Петрозаводске. Плюс полторы сотни классов в 32 школах и 10 групп в детских садах. Всего заболело более 18 тысяч детей. Как сейчас обстоят дела у тихо, у кого еще есть силы учиться и учить, расскажет Анастасия Зайцева. Сегодня в шумном первом Б тихо, как никогда. Заболели 10 малышей из 30. По данным Роспотребнадзора, если в классе заболело 20% человек, это означает карантин. В 17-й Петрозаводской гимназии закрыты на карантин 11 классов из 36. 10 из них классы начальной школы. Ежедневный мониторинг показал, с каждым днем ситуация все хуже. И вот уже на 10 часов утра картина такова, что придется закрывать еще два класса. Это один четвертый класс и один пятый класс, где количество заболевших превышает порог. Детский иммунитет незрелый, потому школьники так подвержены вирусным инфекциям. Да еще и учатся в коллективах по 30 человек, говорит приехавшая в Петрозаводск на конференцию медиков питерский специалист Наталья Шапорова. Если школа работает, она не закрыта, конечно, медицинский персонал должен осматривать пациентов, детей при входе в школу, болеющих пациентов, пациентов с респираторными симптомами сразу отсылать домой. Осматривать детей, когда они утром приходят в школу, практически нереально, говорит директор 17-й гимназии. Это на несколько часов просто парализует учебный процесс. Измерить температуру тела каждого ученика 5-7 минут. Поэтому здесь поступают так. Учителя уже на уроках проводят так называемый материнский осмотр. И если что-то неладно, отправляют в медкабинет. Урока 2 назад у меня немного живот заболел, а потом голова начала болеть. В классе болеть есть ребятки больные, да? Вместе, да. Как выяснили ученые, грипп H1N1 вызывает осложнения не только со стороны дыхательных путей. Страдает еще и сердечно-сосудистая система. Вирус вырабатывает тяжелые токсины, и малышам приходится не сладко, особенно если организм не вакцинирован. Ответственность родителей никто не снимает. Утром, прежде чем отправить малыша в школу, необходимо обратить внимание на его здоровье. В гимназии рассказывают, что нередко бывает такое, когда дети приходят на занятия с температурой 37, а то и больше. В школу он обратился, у него температура 38. Дальше мы его отправляем домой. Он вялый, красный. В конце приходится справка ребенка. У него, значит, перенесет тяжело перенесенный грипп. Бывает, пишут, с осложнением пневмонии. Уж я о смертельных случаях не говорю. Это бывают молниеносные формы и тоже встречаются в нашем городе. Частое проветривание, кварцевание кабинетов, влажная уборка. Все эти меры профилактики при школьном карантине актуальны как никогда. Детей целыми классами отправляют мыть руки до и после еды. Личная гигиена на первом месте. Однако не стоит забывать, что карантин всегда означает сокращенные каникулы и продленный учебный год. Дистанционное обучение, а оно есть далеко не в каждой школе, не панацея. Оно не заменит общение с учителем и одноклассниками. В будущем году, советуют медики, не стоит пренебрегать вакцинацией. Иначе ситуация с закрытием школ неминуемо повторится. Анастасия Зайцева, Евгений Евдокимов, телеканал НИКО+. В последний месяц зимы власти и коммунальщики сели за круглый стол, чтобы подвести предварительные итоги отопительного сезона. Районам требуется срочная модернизация коммунального хозяйства, заявил первый заместитель главы республики Юрий Канчер. В противном случае, в следующем отопительном сезоне, мы снова наступим на те же грабли. С докладами руководители четырех районов. Кемский, Лоукский, Беломорский и Муизерка. По сути, это четыре грустных истории. Кемский район, проблемы с дровами. Нет арендатора лесного фонда и лес не оформлен в аренду. В итоге, приходится возить древесину из других районов. За сотни километров. Затраты на транспортировку очевидны. Сейчас мы, например, с Егерского района дрова возим. Учитывая плечо перевозки, это, конечно, не самый лучший вариант. В похожем положении находится и Муизерский район. Лес там тоже до потребителя везут с других территорий. Причина – критическое положение местных леспромхозов. Объемы лесозаготовок на предприятиях снижены в разы. Мы практически в этом году, ну, в этом уже отопительном сезоне лишились, ну, может быть, громко сказано, но это на самом деле и так два градообразующих предприятия. В Музерке – это музерский комплекс леспромхоз и в Лендерах – это лендерский комплекс леспромхоз. Практически на 1 января они показывают, ну, по 10, по 14 человек работающих. Отдельная тема встречи – долги. Они многомиллионные. Задолженность за топочный мазут – 95 миллионов, то есть было 71, начало отопительного сезона стало 95. И за каменный уголь – 40 миллионов рублей, было 35 миллионов рублей. Оплачено за поставленное топливо с начала отопительного периода за каменный уголь – 19 миллионов рублей, за топочный мазут – 25 миллионов рублей. Это проблемы, которым нет числа. Без модернизации системы коммунального хозяйства рано или поздно ситуация станет и вовсе тупиковой. Об этом говорили на встрече. Программу модернизации системы коммунального хозяйства северных районов пообещали оперативно разработать специалисты ПКС. Но это, как говорится, планы. А пока… Хоть что-нибудь положительное скажет сегодня или нет. У нас что-то такой сплошной негатив идет к сегодня. Однако руководителям районов, кажется, добавить было нечего. Александр Гнетнев, Александр Борисов, телеканал Ника+. И к другим темам. Карельские каратисты – вторые в стране. На чемпионате России по каратэ, который завершился в Московской области, наша сборная уступила лишь хозяевам соревнований. В турнире, который проходил в Подмосковье, приняли участие 133 спортсмена из 18 регионов России. Восемь карельских каратистов в общей сложности завоевали шесть медалей разного достоинства. Первое место в личном ката у опытного карельского спортсмена Максима Столбового. Соревнования в Подмосковье стали отборочным этапом на чемпионат мира, который состоится в мае. Защищать честь страны в Италию поедут 4 карельских спортсмена. Как проспект Ленина обретал свой современный облик, узнаете после рекламы. Не переключайтесь. При боли в спине и суставах, при травме, вы заслуживаете качественной, оперативной, современной медицинской помощи. Костная клиника. Стандарт качества медицинской помощи. Зимнее предложение от Шанса. Стиральная машина Hotpoint Ariston с большим люком. Всего за 11 990 рублей. 11 февраля, 19 часов. Андрей Бандерас. В сцене музыкального театра. Отель Карелия. Конференц обслуживания любого уровня под ключ. Бизнес и сервис-центры. Бар и ресторан. Отель Карелия. Весь комплекс услуг для проведения деловых мероприятий. Растет, растет возле дома Калина. Николай Игнатьюк. Большой праздничный консорт для любимых женщин. 7 марта на сцене ДК «Машиностроитель». Телефон 63 05 90. Открытая дверь для открытых людей. Республиканской больнице 60 лет. События, традиции и перспективы глазами ветерана, профессора Анатолия Зильбера. Об этом в программе «Открытая дверь» 11 февраля в 19 часов на телеканале Ника+. Привет. Вот мы и переехали в новую квартиру. Здесь у нас гостиная. Это моя комната. Мои игрушки. А здесь кухня. Мама готовит обед. Вот так. Строительно-финансовая компания. Вы смотрите новости. Мы продолжаем. Как назывался проспект Ленина во время финской оккупации? Какая судьба ожидала его в послевоенные годы? Об этом в нашей рубрике «Старый город». Мы продолжаем наш разговор об истории проспекта Ленина. И о том, как из рядовой улицы он стал одной из главных достопримечательностей столицы Карелии. 2 октября 1941 года город был оккупирован финскими войсками и переименован в Яанислинна, что означает «крепость на Онега». Улицы также получили новые имена. Проспект Ленина стал карельским, а многие находящиеся на нем здания были разрушены. В июне 1944 года Красной армии удалось отбить город у фашистов, и проспекту было возвращено прежнее имя. Когда я приехал сюда в 1944 году, прямо буквально, еще война не кончилась, мы пришли в Кострюск. Первое, что меня встретили, это на вершине города, на самом центре, это разваливанные гостиницы. Вы видели фотографии, наверное, ее. И вот эти самые деревянные дома, которые уставили, сохранились, удержались, как бы выдержались. Гостиница застроилась, изменилась. Она изменилась в классическом стиле в соответствии с традицией Петербурга. То есть она заложена еще при Екатерине в Генплан, и сохраненная заботливо Ленинградская школа, Петербургская школа архитекторов, она сохранилась. После военные годы произошли самые значительные изменения в архитектурном облике проспекта. Были восстановлены разрушенные дома и построены новые. Деревянные здания, образующие из гостиницы «Северная единый ансамбль», обрели свой современный вид. В 1951 году открылся кинотеатр «Победа», а в 1955-м стал функционировать новый вокзал. Проспект Ленина стал главным проспектом по-настоящему, с точки зрения градостроительной и композиционной, после того, как в створе проспекта появилась привокзальная площадь и когда был выстроен вокзал железнодорожный. Здание железнодорожного вокзала, оно как бы дало начало вот этой улице, оно обозначило вторые ворота цивилизации в мир. Так постепенно бывшая Бородинская улица обретала свой нынешний облик. По мнению Елены Циксон, проспект всегда обладал хорошим потенциалом для создания на нем архитектурного ансамбля, который мы видим до сих пор, проходя по центру города, от вокзала до Онежской набережной. И судьба этого ансамбля в наших руках. Карелия готовится к переходу на цифровое вещание. Наша республика принимает участие в пилотном проекте наряду с Дальним Востоком и Калининградом. По планам цифру жители Карелии увидят уже в этом году. Однако это не означает, что аналоговое телевидение умрет в одночасье. Еще несколько лет оно будет существовать наряду с цифрой. О плюсах и минусах цифрового телевидения, а также о многолетней истории аналогового, расскажет очередной выпуск программы Хроника. Как все начиналось, помнит Вадим Богуславский. Нынешний директор кабельной телекомпании в 90-е был на НИКе обычным техником. Все же тогда знали только по наслышке, что такое зарубежный телеканал. А тут вдруг телеканал зарубежный на английском языке. Ведь это же что там показывают. Вот поднимают первую спутниковую антенну. Поехали! Вперед! Уходи, 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 уходи. А вот наши первые абоненты. Однако в 90-е у кабельного телевидения было много врагов. Злоумышленники воровали спутниковые антенны и сдавали их на цветной металл. Кто и как сегодня готовится к переходу на цифровое вещание? Как поднимают огромные спутниковые антенны? И кто колдует над новым форматом сигнала? Расскажет программа «Хроника» в четверг в 19.45. В Петрозаводске на проспекте Александра Невского, 30, идет подготовка к открытию еще одного торгового центра «Пассаж». Это не первый подобный объект в столице Карелии. Подробности прямо сейчас. А новости на сегодня все. Увидимся. Облицованный керамогранитом фасад, удобные подходы, благоустроенная прилегающая территория. После реконструкции первого этажа этот дом на проспекте Ленина, 18, стал настоящим украшением центра города. Я прекрасно помню, в каком состоянии был дом, прилегающая территория, и что было сделано в ходе реконструкции. Могу сказать, что жилье, квартиры именно в этом доме стали намного дороже, чем аналогичные в хрущевках, близлежащих. Это говорит о том, что потребительские качества самого дома улучшились. Следующий объект на проспекте Александра Невского, 30. Работы по реконструкции его первого этажа и подвала начались еще в 2007-м. С изучения проблем дома, а их оказалось немало. К примеру, изношенные водопроводные сети. Фирма взялась решить эту проблему. Проведена реконструкция наружных сетей водопровода, ввода в жилой дом. То есть у жильцов были постоянно жалобы с тем, что 4-5 этажи сидят без воды. Кроме того, фирма утеплила фасад, отремонтировала входы в подъезды, заасфальтировала дорожки во дворе и теперь содержит эту территорию. Также в здании установлена современная система вентиляции и автоматического пожаротушения. Трансформаторы, чтобы не было перебоев с электроэнергией. А внешний вид центра уже вызывает у горожан положительные эмоции. На облицовку нравится, дизайн, очень красиво цвета подобраны. И очень, мне кажется, с домом сочетается. Я считаю, что хорошее начало для того, чтобы продолжали строить здания данного уровня. С наступлением весны здесь начнется и благоустройство прилегающей территории. Рядом с торговым центром появятся скамеечки, газоны с цветами. И тогда этот уголок города станет одним из самых уютных и красивых Петрозаводским. Продолжение следует... Всё это и многое другое вы найдёте в свежем номере газеты «Петрозаводск», который выходит завтра. Современный малоэтажный жилой комплекс «Снегири» на улице Университетской. Экологически чистый квартал с продуманной инфраструктурой. Мы предусмотрели всё, чтобы обеспечить доступный европейский комфорт для вас и вашей семьи. «Стройинвест КСМ». Будущее строится сейчас. Наше радио представляет. 25 февраля. В новом клубе «Капитал» большой праздничный концерт «12 лет с нашим радио». Участники. Истинный облик. Ангел небес. Декабрь. Пилот. 25 февраля. 5 вечера. Клуб «Капитал». Подробности на сайте наши.карелия.ру. Ежедневные авиарейсы по маршруту. Петрозаводский аэропорт «Бесовец», Москва, аэропорт «Домодедово» и обратно. Время перелёта 1 час 20 минут. Цените своё время. Бронируйте билеты на сайте руслайн.аэро. Или приобретайте во всех агентствах воздушных сообщений города. Чудесный источник, который наполнит силами и подарит истинную чистоту. «Карелия Аква». Новая питьевая вода. В магазине «Позитроника» ты купишь лёгкий стильный ноутбук «Ленова». Всего за 8 990. Круто! «Позитроника» Коголевский центр. Для любителей зимних видов спорта. Лёд и снежные склоны развлекательного центра «Горка». Отдыхайте и тренируйтесь у нас. Холод или зной, ветер и пыль, дождь и шум улицы останутся по ту сторону. Если в вашей квартире окна от компании «Век стеклов». Зимнее предложение от «Шанса». Четырёхкомфорочная электроплита «Ханса» всего за 6 990 рублей. Отличная новость от центра снижения веса «Барменталь». Теперь все услуги вы сможете получить в кредит на максимально выгодных для вас условиях. «Барменталь». Новые возможности. «Даёшь скидки! Светильники до 80! Глобальная распродажа! Глобальная распродажа! Глобальная распродажа в ЦСКА до 80%! Кто ниже? Крутимся сами? Помогаем раскрутиться другим? Рекламное агентство «Прома». Рекламное агентство «Прома» «Переч Berry» Рекламное агентство «Прома» «Вегим веса». Реклама «Пременноеса» Рекламное агентство «Прома». Россия�. Глобальная пункта «Пременноеса 2»